Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, коробка, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 155 тысяч километров. Заменю на двигателе комплект ГРМ. Ремень и три робика. Для этого открываю капот и снимаю все мешающие мне детали. Поднял автомобиль, снял защиту и сниму вот этот разъем. Через него солью антифриз. Продолжение следует... Слил я антифриз. И теперь потихонечку разбираем сверху. Снимаю воздуховод, откручиваю хомут, откручиваю два крепления. С правой стороны он просто у нас сидит на резиновом кольце. Снимаю хомут с шланга впереди, вышло на расширительный дачок. И снимаю верхнюю часть диффузора. Снимаю крышку двигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И откручиваю вентилятор. Ключ на 36. Все, открутился. Резьба здесь с левой. Теперь отключаем этот разъем. Но перед этим я заклею воздуховоды. Разнимаю этот разъем. Нажимаю фиксатор. И снимаю вентилятор. Теперь откручиваю хомут. Снимаю по трубоку, потом сниму. Здесь снимаю сзади разъем. Снимаю стопорное кольцо. Откручиваю болт. Болт здесь восьмерочка. И снимаю воздуховод. Вот это. Снимаю. 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 с быстросъема. До этого снимаю стопор. КОНЕЦ Здесь у нас находится спускной клапан, безвоздушник. Снимаем вот этот разъем. Также сниму эти разъемы, хомуты. Приобрел вот такие крючки GTC номер 1253. Для чего эти штуки нужны, это снимать хомуты, то есть снимать патрубки, поддевать, чтобы не порвать их. Аккуратно вот так вот сбоку заводим и по кругу можно пройтись в разных местах. Один откинул. И второй тоже откинул. Очень удобный. Откручиваем хомут. Снимаем ремень. Но перед этим ослаблю болты на этом шкиве. Здесь головка на 10. Здесь шкив помпы, головка Ешка. Ее можно сейчас и не рвать. Здесь есть фиксатор. Мы зафиксируем и потом уже открутим. Вот здесь у нас натяжной ролик. Нам надо вот сюда вставляем удлинитель 3,8 и его отводим вниз. Скидываем ремень. Перед этим, если схемы ремня нет, лучше зарисовать или сфотографировать. Подкручиваем шкив. Подкручиваем к Кукушечка. Подкручиваем кукушечку. Пусть в разных кукушечке. Идем. Мерезая, кукушечка, дайка, бутен. Как раз, как раз. Идем. Пусть в кукушечку. Ох,? Здесь, как раз. обгонная муфта на генераторе не пойму а нет работает нормально работает рабочая исправная но раз мы это снимаем разбираем я генератор сниму и стартер и вместе увезу отдам на ревизию пусть переберут ребята посмотрят откручиваю опорный ролик натяжного механизма головка на 13 откручиваем натяжной ролик головка на 15 беру головочку е12 вот такой вот штифт здесь вот вставляем фиксируем шкив помпы и откручиваем три болта все шкив помпы снял вот отверстие куда мы фиксируем также головка е12 откручиваем вот этот шкив приводного ремня там получается 6 болтов выловка на 21 центрального болта лимбка и мякат тябка и и КОНЕЦ КОНЕЦ И выкручивай снимаем шкив здесь у него никаких меток нету поэтому разницы нет как он стоит теперь нам остается открутить крышку снять вот этот кронштейн металлический головка здесь на 8 откручиваем по периметру все болты и снимаем пластиковую крышку которую у нас закрывает ремень ГРМ откручиваем открутил все болты теперь снимаем крышку вот и все добрались мы до ремня теперь выставляем метки и откручиваем шкив коленвала я также еще сниму генератор я об этом говорил и сниму вот этот кронштейн заменю новый маслонасос поставлю но видео по замене маслонасоса у меня есть поэтому этот момент я уже показывать не буду здесь покажу только именно замену ремня ГРМ и роликов снял я генератор выставил штифты вот оба штифта поставил мне просто интересно стало почему это так сильно смещена натяжитель уже вытянутый ремень все таки подтянулся и натяжитель ушел хотя по сроку он еще не выбежал свое и заметил здесь тоже как и на том автомобиле снизу метки нарисовали на крышке и на шкифу я так подозреваю что принцип замены ремня был точно такой же как и на том автомобиле на котором я менял маслонасос и по меткам не попадал коленвал относительно распредвалов ленятся ленятся снимать стартер для того чтобы выставить коленвал делают вот такой по старому ремню делают метку и меняют но это лажа она не попадает я не знаю сомнения есть что сейчас здесь будет попадать сейчас поднимаю автомобиль снимаю стартер и буду выставлять метку поднимая ну что я оказался прав и здесь на пол отверстие оно не попадает распредвала распредвалы стоят по меткам штифты стоят а коленвал я поставить не могу на пол отверстия шкив на пол отверстия маховик не подходит к фиксатору поэтому сейчас откручиваю шкив выставляю коленвал по метке вот она цена лени чтобы снять стартер